Город Малорита как отправная точка рассмотрения ситуации социально-экономического развития всего Брестского региона в первом полугодии. Выбор главы государства не случайен. Район отставит по целому ряду показателей. Проблемы Малоритского региона типичны для многих других. Бесхозяйственность и несоблюдение трудовой дисциплины. Невыполнение тех задач, которые ставят как в правительстве, так и в облсполкоме. Результат, подчеркнул Александр Лукашенко, он увидел воочию, побывав в районной агропромтехнике. А потому контроль будет и впредь системным и продуманным. Контролировать выполнение, по крайней мере, ключевых показателей эффективности работы, которые прописаны и определены в так называемой матрице задач для вертикали власти, я буду постоянно. И хочу вас просто предупредить, никого ни в коем случае не запугивая. Мы с вами не первый год работаем, поэтому стиль работы должен быть несколько иной, и с моей стороны, и с вашей. Но я вас хочу предупредить, все решения, которые я принимаю здесь на месте, должны неукоснительно исполняться. Чего бы это вам не стоило. И правительству, и губернатору, и исполкому малориты и других регионов, и руководителям предприятий. Вот все здесь находятся, от кого зависит судьба этого клочка земли. Все принятые решения должны быть исполнены. Брестская область – достаточно развитый регион. Но первая половина текущего года показала, что не все так гладко и успешно, как хотелось бы. Александр Лукашенко выделил три главные проблемы края. Темп роста волового регионального продукта, невысокая производительность труда, низкая экспортная ориентированность и привлечение прямых иностранных инвестиций. К тому же Брестская область занимает последнее место по удельному весу инновационной продукции. Ее доля – 1%. При среднереспубликанском – в 14%. Не обеспечивается, во-вторых, в полной мере выполнение поручений моих, касающихся загрузки производственных мощностей домостроительных комбинатов, разгрузки складов готовой продукции предприятий. У вас увеличивается количество убыточных предприятий. Промышленный сектор экономики под пристальным вниманием губернатора. Местная вертикаль власти достаточно плотно работает над вопросами инвестирования. Проектов в разработке много, но пока не все они дают отдачу. Как подчеркнул губернатор Анатолий Лис, отмечается некая выжидательная позиция инвесторов. В связи с изменением условий деятельности предприятий резидентов СЭФ с 1 января 2017 года инвесторы заняли выжидательную позицию по осуществлению инвестиционных проектов. В Российской Федерации принят ряд мер по поддержке особых экономических зон. Это прежде всего освобождение резидентов территории, опережающей социально-экономическое развитие от уплаты налогов на имущество и земельного налога, установление пониженных тарифов страховых взносов. Общая сумма взносов будет сокращена до 7,6% вместо 30%, в том числе 6% пенсионный фонд, 1,5% фонд со страхом. Кроме того, существенным конкурентным преимуществом резидентов российских особых экономических зон являются цены на энергоресурсы и коммунальные услуги. Исходя из этого, в целях повышения конкурентноспособности белорусских свободных экономических зон, полагаем целесообразным разработать механизм компенсации с 1 января 2017 года сумм таможенных пошлин резидентам СЭС при реализации продукции на территории ЕАЭС по аналогии с нормами российского законодательства. Обл. Сполком неоднократно понимал этот вопрос на уровне правительства. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров, но решение пока не принято. Поэтому хотелось бы ускорить принятие данного решения. Сегодня свободная экономическая зона Брест – это 78 предприятий, из них 50 с иностранным капиталом, которые занимают значительную долю промышленности области – 17,4%. И в экспорте – 28,7%. Леонид Алфимов подчеркнул, что все-таки многие инвестпроекты область полком сопровождает недостаточно активно. В Малорицком районе есть суперсовременное предприятие «Кварцмилпром» по производству строительных материалов в инвестиционный проект, по созданию которого вложено более 170 миллионов долларов. Это предприятие группы компаний «Трайпл» Чижа. Частное, но это в принципе белорусское предприятие, душа за судьбу этого предприятия, должно болеть у каждого, тем более и в области, и в районе, для которого она является градообразующим. Выпускает востребованную на строительном рынке продукцию, но вынужден остановить производство извести, и как следствие сократить 200 человек, производство извести, потребность которой есть даже в Европе, но из-за высокой цены на газ становится непроходной на европейском рынке. Европа же переводит аналогичные печи на РДФ топлива. Мы, к сожалению, только раскачиваемся. И если правительство не повернется лицом к этому вопросу, то все время будем хвосте плести, товарищ президент. Вторая проблема, которую я бы записал в «актив» правительство, это недооценка потенциала Брестской области по развитию легкой промышленности страны. Аграрный сектор – тема актуальная в разгаре уборочная страда. От того, какой урожай соберет каждый регион, и в целом страна во многом зависит экономическая безопасность государства. Отдельная строка – работа молочно-товарных ферм. Вложено в них средств немало, а соответствующие отдачи пока не чувствуются. И в целом состояние некоторых сельхозорганизаций вызывает опасения. Для чего мы создавали героически, вы же помните эту стройку, которую мы всей страной, ВЛС-президентом, разворачивали и проводили? – Я говорил, это у нас сложился в прошлый год так. Значит, практически у нас, вы же были в прошлом году, когда засуха была, у нас уже вот в это время, в июле, в начале августа, уже не было чем кормить скот. Поэтому мы его весь пришлось поставить. Открыли, значит, все наши, скормили тот силос. У нас уже фактически к марту месяцу уже силоса не было, в отдельных хозяйствах только было. Поэтому в мае месяце выгнали 70% скота, значит, на пастбище. Это не технологично. Нельзя сегодня скот, который должен стоять и кормиться, как вы говорите, рационом, кормосмесью, гонять его или кормить сегодня то одной, то второй, значит, травосмесью. Поэтому у нас и в этом еще возникли проблемы. Мы их видим. В этом году поставлена задача заготовить минимум полтора годовой запаски. Хорошо, задача. Я считаю, что у Жангстана говорит, что есть все возможности в этом году поправить положение. Но вас вот вы двое контролируете этот процесс. Вы знаете, наверное, что происходит в Брестской области. Вас удовлетворяют те темпы, то качество и вообще работа в Брестской области по преодолению этих проблем. Лично меня, как министра, удовлетворяет. Идет все последовательно. И обучение кадров, и повышение профессиональных навыков, оператор машинодоения, и технологов. Идет полномерная заготовка травянистых кормов. Уважаемый Александр Григорьевич, надо отдать должное, и здесь присутствуют руководители, положительная сторона работы Брестских кадров. Четыре года подряд идет стабильный прирост поголовья. Немнимый, ничего, идет заполнение данных комплексов. Да, вот пробел, тот, который сегодня Заяц говорит, он показывает, где можем заработать деньги. Эти комплексы должны доить больше. Хотя, допустим, 14 литров, которые они дают, дают там 20% или 15% рентабельности. Но ресурс очень большой. Многое, подчеркивал неоднократно Александр Лукашенко, опять же зависит от соблюдения дисциплины, начиная с руководителей местной вертикали власти, организации и предприятий, заканчивая исполнителями. Я для чего это говорю? Не для того, чтобы вас тут раскритиковать в чем-то. Я хочу, чтобы это действительно стало для всех уроком прошлый год. Вы мой характер знаете. Мы с вами договорились, как мужики, давайте работать. Кто не хочет, ну устал человек, заболел, еще что-то. Войдем в положение. Все зависит от людей и от руководителя. Если руководитель не управляет коллективом, толку не будет. Поэтому я и спрашиваю, может быть, руководителем надо дать дополнительное полномочие, чтобы он шел на планерку и знал, у него вот так в рядок, как он сказал, сидят специалисты. И если он расписал планерку, к вечеру все должно быть исполнено. Исполнительская дисциплина. Всем присутствующим на совещании Александр Лукашенко посоветовал реально оценить общую ситуацию в области или районе, чтобы, как говорится, не бить из пушек по воробьям, а действовать системно и продуманно. Есть матрица задач для вертикали власти, и ей необходимо неукоснительно следовать. Тогда будут решаться проблемные вопросы, как глобального уровня, так и уровня жителей белорусских регионов. Следуя таким наставлениям, сразу же после совещания чиновники вышли на общение с малоречанами.